В эфире мужской разговор и сегодня мой собеседник, известный блогер, специалист по коммуникациям и просто отличный парень Алишер Ильикбаев. Алишер, где мы находимся? Это одна из семи пиццерий наших. Здесь будет немножечко шумно, потому что постоянно заходят наши гости, постоянно заходят курьеры, работают пицца-печь. Но мне хотелось пригласить вас в такое место, которое имеет ко мне отношение. А каким образом? Ты здесь соучредитель? Нет, я являюсь бренд-амбассадором, то есть я представляю пиццерию во внешнем мире, чтобы люди узнавали о ней, приходили, покупали ее. Кто такой бренд-амбассадор? Бренд-амбассадор – это человек, который представляет и рассказывает миру о бренде. То есть это не просто рекламное лицо, которое пришел, отснялся и ушел. Это человек, который знает сам продукт, принимал участие в его развитии, знает, каким образом его продвигать на рынке и уже сам выбирает, с кем работать, не работать. Скольких брендов ты бренд-амбассадор? Ну, на данный момент в этом году три бренда у меня. За 10 лет последних, ну, наверное, компаний 20 я точно был бренд-амбассадором. А почему выбирают именно тебя? Если помнишь, в университете всегда ты мог хорошо учиться и получать хорошие оценки, а всегда на четверку хватало просто вовремя приходить. Ну, то есть ты брал посещаемость, то есть ты не пропускал никакие занятия, ты все время как бы был на первом ряду, поднимал иногда руку, учителя тебя запомнили. То же самое происходит и с рынком рекламы и брендов. Люди видят меня постоянно, видят, какие бренды со мной работают, какие мировые компании со мной работают и точно так же хотят со мной работать. И поэтому компании обращаются достаточно просто, легко, как к старому знакомому. В эфире информационно-аналитическая программа «Казах Ньюз Неделя». И в следующий час с вами буду я, Алишер Геликбаев. Свою программу я решил посвятить будущему нашей страны – молодежи. Думал ли ты когда-нибудь, будучи журналистом, что сможешь позволить себе поездки в любые страны мира, luxury lifestyle, что, ну, ты будешь вести образ жизни условно твоих руководителей, на которых ты работал все это время? Ну, я всегда бы этого хотел. То есть я жил с ощущением, что я когда-нибудь добьюсь такого уровня. И недавно мне задали вопрос, типа, что вот сейчас тебе не хватает для жизни, для того, чтобы твой комфорт прям резко возрос? Я долго думал, что это может быть, и потом подумал, что это был бы уже частный борт. Вот, это частный борт, самолет. Это твоя следующая цель, да? Мы будем брать интервью для мужского разговора прямо на твоем борту. Я очень на это надеюсь, что когда-нибудь я созрею до собственного борта, потому что я несколько раз летал на частных самолетах других людей. Вот, и мне очень нравится эта история, когда ты заходишь на борт, снимаешь обувь, надеваешь тапочки, заходишь… На своем борту ты можешь не снимать обувь. Нет, я буду снимать все равно. Вот, мне нравится эта история. И, в принципе, все остальное я себе уже, наверное, позволил. У меня хороший дом, хорошая машина, хорошая семья. Если уж мечтать о чем-то сейчас, то это, наверное, о частном борте, если речь идет конкретно обо мне, а не о стране, да? То есть у наших… Какие твои источники заработка? Источники заработка, они похожи на твои чем-то. То есть я занимаюсь тем, что продвигаю людей и компании через социальные сети. Я помогаю достаточно большому пулу бизнесменов, когда у них случаются кризисы. Я помогаю с выходом новых продуктов на рынок. И таких проектов огромное количество на самом деле. Вот, и я горжусь тем, что за эти 20 лет я наработал себе имя и что компании приходят постоянно ко мне. Какая твоя главная все-таки ипостась? Ты журналист, пиарщик, рекламщик, бренд-амбассадор? Когда спрашивают, как подписать титр, да, потому что слишком много у меня каких-то должностей, я говорю, специалист по коммуникации. Все, чего я достиг, не благодаря там протекции каких-то людей определенных, да, это благодаря языку. За то, что я умел разговаривать с людьми, правильно выстраивать беседу, правильно провести переговоры. И мне, наверное, нравится вот эта должность, которая называется специалист по коммуникациям. То есть человек, который умеет разговаривать правильно с людьми вне зависимости. Это официант, да, там, оператор, министр, президент страны, да. То есть я со всеми разговариваю примерно одинаково. Я являюсь естественным человеком, чей образ не отличается в социальных сетях от образа в жизни. Кстати, у тебя у самого есть хейтеры? Безусловно, но у меня хейтеры приходящие. То есть нет такого, чтобы они каждый день со мной были. У меня фактически пустой банлист, никого я не блокирую в социальных сетях. У меня нет людей, с которыми я не могу просто поздороваться. А так, по большому счету, с кем-то, кого бы я ненавидел и демонстративно бы показывал, этого нет. И тем более ты никогда не прочитаешь от меня отрицательный пост об этих людей, где я их обливаю грязью. За что тебя хейтят обычно? Ну, за красоту, наверное, божественную. Не знаю, за ум, за проницательность. Я не знаю за что. А хейтерам обычно не нужен какой-то повод. Они просто ненавидят и все. Да, я в этом отношении никогда не понимал, потому что я никогда никому дорогу не переходил. Есть ситуации, когда там бывает, что человек пишет, вот там Еликбаев отобрал у меня контракт. Я даже не знаю, что с тобою переговоры эти велись. Да, то есть, ну, судя по твоей улыбке, с тобою такое же было. Я даже не знаю, что с тобою велись переговоры. Я не знаю, что ты подразумевался в качестве бренд-амбассадора, рекламного лица, человека, который выиграл контракт на обслуживание. Просто компания, которая когда-то обращалась к тебе, обратилась ко мне. То есть, и мои условия ей показались более логичными, более достойными, и они выбрали меня. Сейчас многие люди начинают вести соцсети и тоже сталкиваются вот с таким первым хейтом. Да. Как ты с ним справляешься? Ну, у меня первый хейт был достаточно давно, в начале двухтысячных, да. Поэтому я уже и не помню, честно говоря. А это все должны пережить? Это все должны пережить. Таким образом, я думаю, сейчас воспитывается устойчивость и такой иммунитет, знаешь, на хейтеров и на все остальное. Просто ситуации очень сильно меняются. То есть, то, что можно было, там, пять лет назад позволить себе, там… Как бы сейчас даже флирт на работе может восприниматься как харассмент, да. То есть, и человек имеет право выйти и рассказать об этом публично, да. То есть, такого раньше, там, в двухтысячных такого не было. Сейчас Facebook не актуален. Нет, Facebook сейчас одна из самых токсичных площадок, которые есть на сегодняшний день. Просто люди взрослеют, у них становится, мне кажется, чуть больше желчи, и они выливают ее друг на друга. То есть, атмосферы поддержки там уже нет. Просто потому что… Я помню, когда мы там начинали, это была такая молодежная тусовка тех, кому там слегка за 20, да. И было очень интересно все друг на друга подписываться. Я прилетал в любую страну мира. Меня встречали Facebook, фейсбучные ребята, да. Вот. Потом Facebook поменял алгоритмы. И просто эпистолярный жанр, а я был силен в том, что я писал хорошие посты, добрые, да. Вот. Он ушел в небытие. Надо было скандалить. То есть, только при помощи скандала ты мог поддержать свою узнаваемость и популярность на Facebook. И так получилось, что взошли совершенно другие звезды, да. То есть, среди которых мне показалось немножко неуютно. Потому что я, в принципе, не скандальный человек. Я всегда стараюсь всех утихомирить, со всеми жить в мире согласии. Я вообще удивляюсь, каким образом у меня могут появиться хейтеры. Потому что я, в принципе, ни с кем на рынке никогда не ссорился. И затем Instagram, правильно? Instagram, да. И Instagram — это такая торговая площадка уже стала, да. То есть, я вообще там ни модель, ни актер, никто, да. То есть, я просто рассказывал о своей жизни и набрал такую нормальную аудиторию, которая всегда меня поддерживает, поддерживает любые бизнесы, к которым я соприкасаюсь. Вот. И, наверное, на сегодняшний день Instagram занимает 80% моего времени и дохода. Почему у многих звезд прошлого, кто гремелись с тобой, не получилось адаптироваться в новых реалиях? Ситуация такая. Ну, то есть, очень часто бывает, что человек сам перегорает, и ему становится это неинтересным. Он либо перерастает в социальные сети, либо понимает, что это не твое и все. Бывают ситуации, когда канцелит не рынок тебя, а компания. Если ты заходил туда ради заработка и начал подводить компании, которые к тебе обращались, ну, там, не вовремя приезжал на встречи, не выполнял тебе обязательства, на которые на тебя накладывались, и все остальное, компании просто друг другу это передают и перестают с тобой работать. И потом, люди еще очень часто бегают за хайпажорами, а проблема хайпажора в том, что каждый следующий хайп, он должен быть сильнее, мощнее для того, чтобы поддерживать интерес твоей аудитории. Потому что иначе к тебе теряется интерес. То же самое с вайнерами, да. То есть, каждый твой вайн должен следующий быть еще круче. То есть, и ты просто не выдерживаешь этого ритма. Сколько ты зарабатываешь в год? В год? Это очень хороший вопрос, на самом деле. Как бы все же стараются его избегать. Весь этот разговор, на самом деле, мы шли к этому вопросу. Не знаю, но я думаю, что за прошлый год за счет рекламы в социальных сетях мы заработали около миллиона долларов. Миллион долларов в год. То есть, ты можешь осуществить свою американскую мечту. Какую американскую мечту? Ну, американская мечта — заработать миллион долларов. Миллион долларов — это очень мало, друзья мои. Поверьте мне, это вообще очень мало. Вот, купите одну нормальную квартиру — у вас нет миллиона долларов. А ты считаешь это справедливо? Справедливо и что? Есть ли у тебя комплекс самозванца, когда в стране условно средняя заработная плата одна, да? То есть, а у тебя миллион долларов в год? Не, я считаю, что рынок очень справедливо распределен. Да, то есть, если человек себя неправильно ведет, то компании к нему и не идут. А потом еще что я делаю? Последние пять лет я постоянно повышаю стоимость размещения рекламы у себя. Я пытаюсь у себя уменьшить количество рекламного контракта. Это же возможность для молодых ребят. То есть, вот у меня там один пост — 4 миллиона тенге будет стоить видео пост. 4 миллиона тенге пост? Как бы серия сториз будет стоить 800 тысяч тенге. И это же такая история, что заходит активный молодой парень, да? То есть, у которого, который говорит, у меня 100 тысяч тенге. Ну, пусть компании выбирают его, потому что он молодой, он растет. И у тебя компания небольшая. Пусть он покажет результаты. Потому что часто я на 800 тысяч или на 4 миллиона результата даже не показываю. Ну, то есть, это объективно так. Я специально это делаю, чтобы у меня лента была в моих путешествиях. То есть, если ты открываешь ленту, чтобы не был каждый пост рекламный. Я этого не хочу. Как думаешь, есть такие же блогеры, которые, как и ты, зарабатывают миллион долларов? Мне не очень интересны заработки чужие. Вопрос про дружбу. Разговор у нас мужской. И есть ли у тебя настоящие друзья? А даже интереснее, кого ты потерял за это время? Ну, потерял я достаточное количество друзей по разным причинам. Опять же, не было никаких ссор. Просто люди вышли из орбиты сами по себе, потому что они не выдерживали скоростей, которыми я живу. Вот. Сохранились друзья из детского сада. Ну, то есть, с аула моего родного. Сохранились друзья из журналистики, да, с которыми я общаюсь, дружу много лет. Ты этих людей тоже знаешь. Есть друзья со студенчества, которые остались. Вот. И, в принципе, наверное, меньше друзей приобретается сейчас годами. Вот. Но, тем не менее, там есть такие, знаешь, самородки. Когда ты смотришь на них, общаешься с ними, ты думаешь, ну, где ты был всю свою жизнь, на самом деле. То есть, вот так. Что тебя может разозлить? Так получается, что самые некрасивые черты моего характера видят самые близкие люди. То есть, это дети, это братья, родители, супруга. И вот они меня могут вывести вообще за две секунды из себя, да. То есть, потому что мне кажется, что я же с вами живу. Вы меня знаете целиком и полностью, да. То есть, почему вы вот так поступаете, да. Потому что знаете, что меня это выбесит. Вот. И на публике, наверное, я все равно стараюсь сохранять лицо. А деспота я включаю в домашних условиях, когда родители дома, братья. Ты часто вел прямые эфиры и говорил о том, что вот это мое место. Я здесь сижу, им запрещено сюда заходить. Да. Это был подвал, бомбоубежище в нашей старой квартире. И там была железная дверь. Ты просто нажимаешь кнопку и спускается железная дверь, чтобы ни дети, ни кошка, ни жена, ни родители, ни братья не могли туда проникнуть. Да, мне иногда надо оставаться одному. Я абсолютно комфортно себя чувствую в одиночестве. Могу до недель трех, наверное, спокойно один путешествовать в наушниках, ходить где-нибудь там в Европе, в Америке, никого не беспокоя. Питаясь на улице, стритфудом. Спокойно очень. Как к этому относится Мадина? Ну, мне кажется, за десять лет брака она уже привыкла к тому, что иногда мне надо побыть одному. Что это никаким образом не влияет на мою любовь к ней. С детьми? С детьми я стал проводить больше времени только в этом году. Да, то есть мы впервые неделю назад съездили в Дубай. Это прям такая роль удивительная, когда ты отдыхаешь один с детьми. Этому, кстати, научил меня ты. Мне с ними было интересно. Ну, то есть они достигли такого возраста, когда с ними интересно поговорить. Заслужили общение с отцом. Да, да. Я думаю, что мы будем чаще практиковать такие поездки теперь. Мне понравилось. Они очень понимающие, очень интересные люди. Как ты воспитываешь детей? Я эту историю всегда рассказываю о том, как воспитывали меня. Да, то есть в возрасте пяти лет у меня обнаружили заболевание, которое вело к смерти. Вот. И родители со мною носились как с писанной торбой. Не трогайте, умрет. Да, учителям говорили то же самое. И друзьям моим говорили то же самое. Поэтому я вырос с ощущением, что я особенный. Да, что, в принципе, как бы все мне чего-то должны. Да, то есть я с этим ощущением живу. Вот. И детей стараюсь воспитывать также в том отношении, что не так, чтобы ты вот супер эгоистичный ребенок, да, то есть которому все вокруг должны. Да, то есть это ощущение того, что, блин, все вокруг крутится вокруг тебя. И ты сам можешь это движение обернуть себе на пользу. Есть у тебя человек, с которым ты советуешь? Невозможно думать, что ты одинаково разбираешься во всех вопросах сразу. Да, то есть иногда бывает такое, что ты можешь спросить у 20-летнего подростка. Да, то есть я хожу на встречи со студентами и со школьниками и часто ловлю инсайты оттуда. Я очень много беру у своего руководителя Нурлана Смогулова, если мне нужен совет более там зрелого, большого бизнесмена, советую с ним. То есть, но решение я принимаю всегда сам. Ты не хотел бы уехать жить за рубеж? У меня нет желания уходить, уезжать из Казахстана, эмигрировать. Я не хочу начинать все с нуля. Вот, потому что мне нравится ощущение, когда я гуляю по улицам, я встречаюсь с огромным количеством своих подписчиков. Это очень адекватные, состоявшиеся люди. Мне очень интересно с ними путешествовать по миру. Мне интересно с ними разговаривать, чем они занимаются, чем зарабатывают на жизнь. И правда, есть какая-то социальная планка, которую в Соединенных Штатах ты просто так ее не завоюешь. То есть, во всех ресторанах хорошее место всегда забронировано. Есть скидки во всех магазинах. Мне всегда рады в любых отелях, которые есть в Казахстане. Потому что они меня узнают. И это приятно, и это такая часть жизни, которую я не хотел бы отдавать просто так. Потому что я считаю, что за вот эти 20 лет я заслужил это право. Бывает дружба между мужчиной и женщиной? Ну да, да, конечно. То есть, если ты воспринимаешь женщину как человека, конечно, ты будешь с нею дружить. Все мои подруги из журналистики, с которыми я работал там с 90-х, да, они остались моими друзьями. У меня никогда не было с ними ничего больше того, что дает дружба. У меня супруга их абсолютно нормально воспринимает. Там приглашает домой. Там как бы мы общаемся. Что ты оставишь после себя, кроме аккаунтов? Не знаю. Как бы есть персонаж, который поет очень хорошие, добрые слова, где говорит о том, что мои дети будут петь моими голосами. И дети их детей будут петь. И я самое главное, что хочу оставить хорошее воспитание. Хочу оставить эмпатию, любовь к миру, любовь к окружающей среде, к животным, к другому человеку. И я очень надеюсь вот это посеять вокруг себя. Можешь ли дать несколько советов людям, которые только начинают вести свой блог? Да. Ну, первое, это надо немножечко отличаться от рынка. То есть у меня, мне повезло, да, то есть я 2.04 ростом, да. То есть это, в принципе, моя отличительная черта. Тебя можно увидеть. Когда я захожу в аудиторию, мне очень трудно оставаться незамеченным. Всегда так было, да. И как бы вам надо выделяться. Вам, обычным людям. Спасибо. Людям стандартного роста нужно выделяться. То есть придумывать свою фишку. Это называется в бизнесе УТП, уникальное торговое предложение. Ну, приходите друг другу на помощь. Постарайтесь о себе оставлять приятные послевкусия, впечатления. Алишер, спасибо за такой откровенный и честный мужской разговор. Мне кажется, мы понимаем, почему ты столь популярен. Потому что ты очень искренний. Спасибо огромное. Спасибо огромное.